Ну нет, друзья, найден украинский след. Об этом все пишут. Россияне уже нашли украинский след в успешной операции Туарега против вагнеровцев. Вот, по сути, этот успешный как бы след. Как сообщает аккаунт War Monitor 3, по неподтвержденным данным, украинские спецназовцы якобы участвовали в засаде на бойцов Вагнера в Мали. В этом воскресенье телеканал РТ распространил фотографии якобы украинских спецназовцев из Африки, которые готовят племена Туарега. Вот эти фото. Ну и много других информации. Во-первых, десятки россиян из ЧВК Вагнера убиты или взяты в плен на севере Мали в эти выходные. Среди них пропагандист Вагнера, автор канала Grey Zone. Потому что в Мали был сбит борт ЧВК Вагнер, в котором находился создатель З канала Grey Zone. Путин снова угрожает. Если США развернут вооружение и Германия, то Россия будет считать себя свободной от моратории на размещение собственных ракет. Об этом заветил Путин на военно-морском флоте в Санкт-Петербурге на празднование. Почему им в Севастополе все сообщают? Все эти инсайды мы обсудим с Сергеем Жирновым. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте, Даша, и привет всем нашим зрителям. Мы с вами планировали сделать эфир о том, как у Трампа странно зажило ухо. Оно и об отайном звонке Белоусовой в Пентагон. Но произошло то, что произошло. Вот экстренные события, которые поменяли нашу повестку дня. Вообще, как вы оцениваете ликвидацию вагнеровца в Мали и самое главное, то, что был найден украинский след? Ну, вы знаете, вот если где-то меня совсем не смущает украинский след, так это в Африке. Да, потому что это и тем более в борьбе против такого подразделения, как Вагнер. Вот, потому что, в общем, это уже реально было. Да, кстати, украинские ответственные лица не очень сильно это отрицали, а некоторые даже и подтверждали. По-моему, даже у Кирилла Буданова была такая оговорка, что типа, ну, Украина там, где есть ее интересы. И если есть ее интересы в Африке, значит, Украина будет в Африке какие-то проблемы. Ну, вот, тем более, что здесь идет разговор о наемниках российских, которые воюют, так сказать, на стороне как бы законной власти малийской. Вот, но мы напомним, что в этом Мали, так же, как в нескольких других государствах Центральной Африки, произошли военные перевороты. То есть, в общем, там такая военная хунта присутствует. Она, кстати, регулярно приезжала уже в Российскую Федерацию, в том числе на какой-то там форум африканский и на всякие там петербургские форумы и прочие всякие вещи. Они любят тоже ездить за российский счет. Вот, но вагнеровцы здесь попались, потому что нужно понимать, что этот бой происходил далеко над севером Мали. Мали – это большая страна африканская, где, строго говоря, центральное руководство вообще ничего не контролирует. Потому что такое в Африке бывает. В Африке часто вот те, кто провозглашают себя каким-то диктаторами или украл руководством, они сидят в столице и дальше из столицы, чем на 20 километров, они выехать не могут, потому что там начинается уже свобода действий, там уже всякие группировки. И вот это такая ситуация существует и в Мали. И они каким-то образом оказались на севере Африки, то есть на границе с Алжиром, с Ливией и так далее. То есть там довольно далеко, это пустыня, там никого нет. И на территории всех этих государств нужно понимать, что живут кочевые племена тварегов, которых в принципе даже нельзя относить к арабам. То есть они не семиты, они отдельное ответвление этническое. И у них нет собственного государства. И в общем они ведут много-много лет борьбу за, вот примерно как курды в Турции, в Ираке и в Иране, у которых тоже нет государства, и которые хотели бы организовать свое государство, потому что они разбросаны по границам, на границах сразу нескольких государств. Вот. И зачем туда поехали эти самые вагнеровцы, и что там понадобилось центральной власти Малийской устанавливать? Скорее всего просто это вот такой контроль, типа за своей страной. То есть может быть там хотели какую-то заставу сделать, там КПП поставить, чтобы пропускать, потому что там еще большой трафик идет. Надо понимать, что там людской трафик идет в сторону Европы, который приносит большие доходы, потому что люди уезжают на север, чтобы потом через Средиземное море переправляться в Европу, в богатую, и получать там социальные пособия. Вот. Я так думаю, что вот ради этого они туда поехали. Но попались, то есть имеется в виду, что они, в общем, довольно снисходительно, сверху вниз смотрели на все эти племена. И это ошибка та же самая, которая была у Советского Союза по отношению к Афганистану. Да, потому что это не вот то, что эти люди живут в первобытном общинном строе, не означает, что они плохо воюют. Они наоборот иногда лучше всего воюют. Если дать им в руки современное оружие, то они получаются гораздо большие воины, чем просто там эти сопливые пацаны, 18-летние, которые были в Советском Союзе. Ну и даже эти вагнеровцы, которые, в общем, надувают щеки, потому что в Африке, я вам напомню, что Вагнер практически нигде не воевал реально. Потому что Вагнер просто они выступали как либо бодигад, значит, охранники для диктаторов, либо выступают как инструкторы, но которые сами не воюют чаще всего. Вот. Поэтому это очень выгодная позиция. Вот. И я вам напомню, что когда Вагнер начал воевать в реальной войне, то, во-первых, его там в Соединенных Штатах Америки в то время в Сирии разбили группу вагнеровцев. Там тоже порядка 80 человек просто в прах разбили. Вот. И потом вагнерцы, когда воевали в Украине, то они положили там столько тел, что, в общем, создавался все-таки законный вопрос, а умеют ли они вообще воевать. Вот. Ну и Пригожин поэтому получил возможность забирать людей из тюрем, и их просто не жалели, их просто там тысячами пускали на мясные штурмы. Вот. Здесь для вагнерцы это неприятная штука, потому что они реально были застегнуты врасплох. Они, понятно, что, в общем, ничего не могли сделать. Вот это, по идее, вроде это их такая среда, потому что они любят говорить, что вот мы там пустыням бегаем, там Сирия, там Ливия, Центральная Африка. А здесь, как выяснилось, что против каких-то там, ну условно, тварягов, хотя они совсем даже не какие-то, не условно, они настоящие воины. Они в этих местах, я не знаю, много тысяч лет ходят по этой пустыне, они там знают каждый клочок, они умеют воевать в этих местах, вот, а вагнерцы, наверное, на самом деле не умеют. Вот. Но если в этой истории найден будет украинский след, то я должен вам сказать, что это докажет эффективность украинской армии, потому что уже были такие примеры, когда тоже где-то там, по-моему, в Центральной Африканской републике или в Судане был удар такой, организованный силами спецопераций украинских, где тоже там погибло несколько десятков вагнеровцев, вот. И здесь в этом смысле мы не будем очень сильно отмекиваться, хотя, в общем, украинская сторона, понятно, может не брать на себя ответственность за все эти дела. Вот. Ну, строго говоря, вот здесь меня совсем ничего не смущает, потому что был бой, это военная операция, погибли военные, вот там не было никаких местных жителей, там не было никаких, что называется, боковых потерь, как это по-английски, collateral damages, да, то есть случайных людей, которые просто попали под перекрестный огонь бельжерантов, вот, и поплатили свою жизнь. Здесь явно совершенно это был просто бой, это была засада, расстреляли колонну вагнеровцев, и там говорят от... Цифры пока что очень-очень странные, очень странные, вот, от 20 до 80, но все телеграм-каналы вагнеровские все-таки подтверждают. Они подтверждают, что там и вот этот Z-корреспондент погиб, и даже один из командиров Вагнера, который участвовал, кстати, в войне, вот этот вот командир Вагнера, который участвовал в войне против Украины в составе вагнеровской группировки Пригожина. Вот, так что это, конечно, существенное поражение Вагнера, и в этом смысле это хорошая новость для Украины. Да, я хотела бы еще в вашем аудитории попросить вас поставить лайк этому видео, напишите в комментариях вашу оценку. Мы с Сергеем очень внимательно читаем комментарии, даже острые комментарии, вот, пишите, нам интересно ваше мнение, напишите, откуда вы нас смотрите, из какой страны, из какого города. Мы знаем, что у нас очень широкая аудитория, от Казахстана, стран СНГ до Америки, Канады, Австралии. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на YouTube-канал Сергея Жирнова и подпишитесь на мой YouTube-канал. Сергей, тут еще появилась новая информация о том, что, вот этот скриншот, информация следующая, что, значит, Туареги, которые воюют против Вагнера, они предложили Украине пленных русских наемников в знак поддержки и солидарности. Эта информация требует проверки, но вот этот пост, как вы оцениваете эту информацию, как разведчик, прежде всего? Вот это интересная информация, потому что вы понимаете, что, в общем, обменный фонд Украины-России примерно неравного состава. То есть у россиян больше пленных украинцев, чем у украинцев пленных россиян. И поэтому каждый пленных россиян, а тем более вагнерцы ценятся в Российской Федерации, на них можно обменять пятерых украинцев. И, в общем, за одного вагнерца можно выменить довольно много бойцов, которые были взяты в плен на Украинском фронте. И по этому поводу это интересная новость. Ее, конечно, надо проверять и перепроверять, потому что вы понимаете, что каждый канал пытается сделать скуп из этого дела, значит, сенсацию. Все добавляют немножко своего, многие некоторые вещи могут там выдумываться. Но, тем не менее, так сказать, два на ум пошло. Посмотрим, правда это или неправда. И, опять же, здесь самое главное, что я скажу, что меня это совершенно не смущает. То есть если такая торговля произошла, то, и слава богу, и таким образом Украины пополнился фонд обмена. И таким образом можно будет там обменять на большее количество украинских пленных, которые содержатся в России в жутких совершенно условиях. Финализируя эту тему, вот еще раз покажем автора канала «Грейзон», профгандиста Вагнера. Именно он погиб, потому что он находился в этом борту участка человека Вагнера, который был сбит в Мали. Но хотела бы, финализируя тему, у вас, простите, Сергей, как вы считаете, а будет ли реакция Кремля? Будет ли реакция Путина? Будет ли реакция Министерства обороны? И какая может быть эта реакция? Не, я думаю, что ничего не будет, никакой реакции, потому что там нет американского империализма. Путину обязательно нужно НАТО какое-нибудь, там нужны какие-нибудь французы, нужны американцы. А там не было никаких американцев, там были Туареги. Вот, и поэтому, и чего? И они еще атомную бомбу сбросят на Туарегов в середине Африки. То есть чем они отвечать-то будут? И у них не хватает, так сказать, численного состава для борьбы на фронте украинском. А чего, они еще будут туда посылать кого-то? Да не будет ничего, не будет никакого ответа. Вот, это все их, на самом деле, это далеко. Это их не очень касается, потому что, на самом деле, это не очень требует какого-то ответа, потому что, ну, операция такая, ну, неудачная операция. Ну, мало ли там, что, кому отвечать-то, Туарегов, что ли, вырезать племена Туарегов? Так им же, им же еще дороже, дороже будет. Вот, потому что туда-то нам надо посылать экспедиционный корпус, а его нету, да. И наоборот, я так думаю, что вагнерсы, наоборот, теперь будут сидеть в столицах. То есть вагнерсы теперь будут делать то, что делают все диктаторы африканские. Вот, они будут сидеть в столицах и говорить, что если им будут предлагать. А вот давайте там вместе с нами проведем какую-нибудь там операцию на границах северных, восточных, южных. Они будут говорить, да нет, вот вы сами езжайте, мы вам рассказываем, как это делается, покажем. Вот, но с вами не поедем. Друзья, у нас еще очень много тем, которые мы для вас подготовили. Вот я бы начала с... А почему не в Севастополе? Путин и Белоусов приняли главный аппарат военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вот этот фрагмент. Ну и так далее. Значит, все обсуждают, во-первых, коммуникацию Лукашенко с Путиным на Валааме, что они там провели несколько ночей, несколько дней. И вот военно-морской флот, почему не в Севастополе, в Санкт-Петербурге, и Путин снова угрожает. Потому что мы знаем, что США приняли решение в 26-м году разместить томогавки в Германии. И вот если в США развернут вооружение, в Германии, то Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных. Завел Путин, выступая на параде ко дню военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Сергей, как вы оцениваете вообще парад? Уверена, что вы смотрели. И заявление Путин. Ну, парад, в принципе, в Санкт-Петербурге Путину нравится, потому что это любимое его место. Это его родной город, так сказать. Там красивые кадры. Вот вы видите, все это там снимается с дронов, там сверху, снизу, сбоку. Вот. Хорошая погода. Вот. Красивый город, красивая Нева. Это Путину нравится. Путин явно совершенно человек с плохим детством, который не наигрался в солдатике в детстве. Вот. И поэтому он любит играть в солдатиков, значит, на парадах. И парады, как вы обратите внимание, ему удаются гораздо больше, чем война реальная. Вот. Это самое главное, что из этого можно сделать, если по-серьезному анализировать, что, во-первых, в прошлом году на этом параде было 50 судов, в этом году там было, по-моему, 27 всего только. Вот. Украинская сторона, естественно, подметила, что на этом параде не было ни одного судна, которое россияне говорили, что якобы уцелели в результате украинских ударов. То есть, на самом деле, косвенно подтвердили те потери Черноморского флота, которые Российская Федерация потеряла, получила, понесла в Черном море. Вот. Кстати, эти парады происходили одновременно в пяти местах. То есть, они происходили на Северном флоте, они происходили в Балтийске, вот здесь, в Питере. Они происходили во Владике, по-моему. Вот. И еще в Сирии, значит, Тартус, военно-морская база сирийская. Ну, там пара катеров и пара чего-нибудь там проехала. Вот. Но самое главное другое, что парада не было в Севастополе, как вы правильно говорите. Парада не было на Черном море. И не только в Севастополе. Они могли провести парад на Российске, но они не решились проводить. Или в Туапсе они могли провести, да, в Сочи могли провести, в Адлере. Вот. Ничего, они решились просто потому, что они же понимали, что если они будут проводить там, пытаться проводить парад, то туда просто прилетит что-нибудь из Украины или приплывет что-нибудь из Украины. Весь парад будет скомкан, а не дай бог там еще даже потопят прямо на параде несколько судов. И поэтому это было, кстати, признание силы украинской, у которой на самом деле нет серьезного военного флота. Да, вот это безусловно интересная вещь, потому что это абсолютно путинская шизофрения. Но еще если говорить там про Питер, то Путин, значит, там в своей речи говорил все время вспоминает Петра, потому что с Петра пошла российская морская держава. Он, считается, прорубил это окно в Европу, он строил военно-морской флот российский, считается. Но одновременно Петр является антиподом Путина, потому что Петр был абсолютным адептом Запада. Петр сам считал себя западным человеком, одевался в западное платье, получил все свои знания в западном мире, пригласил из западного мира инженеров, торгашей и наука, и ученых. Брил российские бороды, переодел, заставил всех снять российские восточные кафтаны и одеться всем в западные одежды, вести западный образ жизни, построил западный город, значит, на берегах Невы. И в этом смысле Петр абсолютная противоположность Путину. Но и поэтому Путин, кстати, и плюс Петр это два метра роста, а Путин это, значит, старый пердун, 162 на каблуках. Вот. И поэтому он, с одной стороны, постоянно всегда гордится, значит, Петр, Петр великий Петр, а на самом деле Путин делает все противоположное Петру. И Петр это укор Путину. Вот так надо развивать страну, вот так надо общаться с Западом. И нужно с Западом, конечно, можно с ним воевать иногда и одерживать победы, но в остальное время у Запада надо учиться, с Западом надо торговать, Запад надо копировать, Запад надо, потому что он цивилизованнее, он более развитый и так далее и тому подобное. Вот. Но вот эта история, то, что он там погрозил, вы очень правильно процитировали, потому что самое ключевое слово в том, что вы процитировали, это слово «если». То есть вся эта история начинается со слова «если». Если американцы в 26-м году чего-то там разместят, говорит Путин, в 24-м году, то есть за два года до того, как все это дело произойдет, то он говорит, то мы надуем щеки и что-то там будем делать. То есть, во-первых, американцы ничего не разместили, раз, только собираются еще развещать, два, до этого еще надо дожить, три. А дальше Путин говорит, и мы тогда им ответим такими вещами, которые у нас находятся в заключительной стадии разработки. Ну, а про заключительную стадию разработки танка «Армата» мы у Путина уже видели много лет. Да, вот. И где этот танк «Армата», который находился в заключительной стадии и которым должны были тысячами «Армат» задавить бедных украинцев, значит, в 24-м году. Мы, или там, в 22-м году. Вот. Так что это, в общем, разговор ни о чем. Вот то, что Путин, у меня вчера, кстати, был эфир на моем французском канале «Альсии», вечерний, ночной. Вот. Я им то сказал, вот это единственная речь путинская за последнее время, которая меня вообще не напрягла, потому что это просто разговор ни о чем. Да, потому что если американцы что-то делают, то мы надуем щеки. Вот. Но надуть щеки у нас сейчас не получается, потому что у нас то, чем мы грозим у американцам, у нас этого еще даже нету. И мы только еще собираемся это создать. То есть это вообще очень смешная штука. Я над ним очень глубоко посмеялся вчера на французском телевидении. И, надеюсь, нас посмотрело довольно много французов и поняли, что, в общем, это просто такое надувание щек. Причем, как всегда, подчеркиваю каждый раз, когда удается это сделать, что каждое упоминание Путина про ядерное оружие означает, что у него какие-то потери и недостатки на фронтах обычной классической войны в Украине, которую он не может завоевать уже два с половиной года. Да, уважаемые аудитории, тут у нас будет еще одна тема, на которую я прошу, чтобы вы отреагировали. Напишите в комментариях ваше мнение по этому поводу. И тут, конечно, без разбора блестящего Сергея мы не обойдемся. Значит, я еще раз покажу, сейчас без звука, значит, Белоусова, министра обороны, нового, вот о Шойгу и Патрушеве можно забыть. Хотя Патрушев-то кораблестроением занимается, судостроением. Не хватало мне тут комментариев Сергея Жирнова, он должен был об этом сказать. Ну, в общем, значит, Белоусова. Спасибо, спасибо, Даша, спасибо, Даша, обязательно, вот мы скажем, да, мы скажем, что а где здесь помощник товарища Путина по судостроению? Почему? Морской флот, вот он, значит, там Патрушев должен ему советовать, сколько там новых судов построить, а почему-то Патрушева нету опять. Да, спасибо, Даша, я собирался это сказать, и я собирался еще вам сказать еще одну штуку. Ну, значит, смотрите, Путин все время говорит, что мы там выступаем, значит, за величие российское, там Петра Первого, значит, и так далее. И вот во время этого парада опять все вспоминали, что в российском флоте сейчас военно-морском кораблем номер один считается крейсер «Аврора». Крейсер «Аврора», который ударил по Зимнему дворцу, то есть по законной власти Российской империи, разрушил, в результате получился государственный переворот, в результате началась гражданская война, перебили много миллионов во время гражданской войны сами своих россиян. И Путин по-прежнему считает крейсер «Аврора», значит, кораблем номер один. Крейсер «Аврора», вот когда Российская Федерация стала Российской Федерацией в 91-м году, первое, что они должны были сделать, они должны были отправить на переплавку этот крейсер «Аврора». И говорит, что больше никогда этот крейсер не будет считаться, потому что он устроил заваруху, с него началась революция большевистская, большевистский переворот, и с него начались все беды российской власти в 20-м веке. А они по-прежнему с этим крейсером «Аврора» носятся, облизывают его, водят туда пионеров каких-то, какие-то сумасшедшие коммунисты туда еще ходят. Но Путин его не разрушает, точно так же, как он не выносит тело Ленина, он все боится, что что-то из-за этого произойдет. Хотя, на самом деле, в Российской Федерации, когда Владимира Ильича вынесут и, наконец, похоронят по христианским обрядам, то, может быть, какое-то проклятие над этой стороной прекратится. И вообще, когда из Красной Площади перестанут делать кладбище большое, то, может быть, что-то изменится в Российской Федерации. Вот это последнее, что я хотел бы добавить. Но ваше добавление про Патрушева зачтено, вам зачет поставлен, Даша, это классное совершенно дело. Спасибо, спасибо. И я думаю, все зрители наши тоже оценили наш с вами с отказом и тонкий юмор. Я бы сказала так, как-то так в наших программах с Сергеем Жирновым и без Патрушева. Это был вопрос, может, это мы двойники тогда, если мы не вспоминаем. Но теперь поговорим. Да, Сергей, да. Кстати, вы знаете, про двойников у меня отдельный разговор. Я вам предлагаю сделать отдельную передачу, потому что у меня есть суперматериал по истории с двойниками. Это суперабсолютный материал. В четверг мы записываем этот материал, выйдем на выходные. Уважаемую аудиторию, пишите комментарии, готовьтесь. Будет информационная бомба. А пока мы возвращаемся к Белоусова. Почему вдруг мы к нему вернулись? Значит, на выходных я пожалела, что мы с Сергеем, конечно, в этот момент не писали стрим. На выходных Нью-Йорк Таймс вышла с информацией о том, что Белоусов, мужчина слева, который сидит, министр обороны, в срочном порядке звонил Лойду Остину из-за тайной операции Украины против России на территории России, которая готовилась. Белоусов сказал условно Лойду Остину следующее. А ты знаешь, Остин, что украинцы готовят тайные операции с использованием американского оружия на территории России? Мы в шоке, немедленно позвони украинцам и скажи, что если они это будут делать, будут последствия. Ну и далее Нью-Йорк Таймс приводит следующий текст, что Лойду Остин в срочном порядке позвонил в офис президента и сказал, что если вы готовите тайные операции с использованием американского или любого другого оружия, этого не делайте. Сергей, я хотела бы, чтобы вы прокомментировали эту новость, которая пошла на первой полосе Нью-Йорк Таймса. Ее подхватили все. Мол, Белоусов звонил в истерике Остину, и Остин отреагировал. Как вообще вы к этому относитесь? Да, я к этому отношусь вполне серьезно, потому что действительно такой разговор был. И действительно это была истерика, потому что украинцы, я вам объясню, что это было за операция. Украинские силы специальных операций, извините за таптологию, еще раз нанесли удары по аэродром стратегической военной авиации, то есть по Энгельсу-2 и по Дягилеву, подтвердив таким образом уязвимость российских стратегических сил ядерного сдерживания в войне против Соединенных Штатов Америки. И поэтому это была истерика в Кремле, была истерика на Арбате, была истерика на Фрундельской набережной, потому что все, что касается ядерных сил, это для них такое табу абсолютное. А украинские силы операции им все время показывают Путину, что ты, почему ты себя так хорошо чувствуешь. Если вы посмотрите на Путина, он же всегда уверен в себе. Он говорит, да, мы там что-то проигрываем, но у него есть ощущение, что у него есть ядерное оружие, которое его спасет от чего-то. И когда украинцы бьют по аэродромам, где находится стратегическая авиация, больше того, вы помните, на прошлой неделе еще была такая новость, которая прошла, ее обсудили, но с моей точки зрения очень мало обсудили, потому что был удар по этому самому, по аэродрому аж прям под Мурманском, то есть на самом севере. А это туда, куда они отогнали все эти тушки, которые раньше были в Энгельсе. И по нему тоже был удар. И это означало, что украинские силы специальных операций нанесли удар по трем аэродромам стратегической ядерной авиации Российской Федерации. То есть это главная составляющая триады российской наравне с баллистическими ядерными ракетами, которые стартуют из шахт, и с ракетами, которые запускаются с подводных лодок, из кораблей. И это вот поэтому была штука, потому что Российская Федерация постоянно очень больно воспринимает любые удары по стратегическим силам. То есть она говорит, мы с Украиной не воюем стратегическими вещами, хотя это обман, потому что бомбардировки украинской инфраструктуры исполняют военно-космические, воздушно-космические силы Российской Федерации, а именно стратегические ядерные бомбардировщики. Да, они на вас не бросают ядерные бомбы, но с них запускаются вот эти как раз бомбардировщики, которые раньше находились, вот ту 122-е, которые были в Дягилево, и тушки 95-е и 160-е, которые были в Эндесе, а потом их передистанцировали куда-то там, как это называется, на Олени, не Олени, ну, в общем, аэродром стратегический на севере. И вот по этим трем аэродромам вы нанесли удары, и вот это имело в виду Белоусов, когда звонил в Остину. Друзья, ну вот вы делаете выводы на самом деле, делайте выводы, напишите в комментариях и поставьте лайк. Мы переходим к топ-теме, к которой Сергей Жирнов сам, в принципе, один из немногих, кто провел собственное расследование по этой теме. Он мне написал накануне, потому что мы очень серьезно готовимся к эфиру, мы всегда готовимся. Значит, история называется «Ухо Трампа». Значит, Сергей пишет «Добрый день, Даша». Трамп на встрече с Натаньяху «Ухо цело, ни одной царапины». Я тоже думала даже на стрим так назвать «Ухо цело, ни одной царапины». Вот. И более того, значит, было очень приглушенное освещение. Вот мы подготовили тоже кадры. То есть специально для того, чтобы никто не понял. Ну, на секундочку, да, давайте просто проанализируем, как такое может быть, такое серьезное ранение. Мы все видели это видео, я сейчас его покажу, пока Сергей будет отвечать. А тут «Ухо цело, ни одной царапины». Сергей, как вообще вы оцениваете, почему так произошло? Ну, я думаю, что, во-первых, реально у Трампа, возможно, не было никакого ранения. Либо было очень легкое ранение, которое дало просто довольно обильное кровотечение, либо вообще не было никакого ранения. То есть вообще это просто постановка. То есть вот версия постановки во время его покушения, она получила новое дополнение. Вот. Но я ее немножко уже упомянул во вчерашних итогах, которые я записал с генералом СВР. Вот. И продолжают комментарии, причем комментарии продолжаются одни и те же глупые комментарии, которые говорятся, ну, как же там были трупы, а, значит, типа, в Трампа, значит, вы считаете, что в Трампа не стреляли. Так именно потому, что в Трампа не стреляли, были трупы. Вот. И что наличие трупов, кстати, и там, допустим, некоторые западные люди мне пишут, ну, как же вы говорите там, что это может быть постановка, ну, там же были реальные потери. А я им говорю, вы очень наивные люди, вы что думаете, что для Трампа три человека, которых там каких-то американцев, никому неизвестных, значит, подстрелили, вы думаете, что для него это какие-то большие потери? Да он плевал на них. Вон, Путин плевал на полмиллиона, которые погибли на войне, и еще на полмиллиона, которые ранены и искалечены. Вот. Так что в этом смысле точно так же, как он наплевал в свое время на миллион дополнительных смертей во время ковида два года подряд. Вот. Так что в этом смысле ничего нет. Но у Трампа, я считаю, что это большой прокол его компании, потому что, ну, это, в общем, откровенно говоря, я не очень понимаю, потому что, с моей точки зрения, это просто глупость, да, потому что уж если ты из себя делаешь героя вот таким окровавленным ухом, ну, тогда, грубо говоря, там, возьми, там, скальпель, порежь себе ухо и ходи с этим порезом всем ей показывать, да, потому что хотя бы так уж все-таки будет более серьезно это выглядеть. Вот. А когда он выходит не тоняху, и потом уже, кстати, там мы уже показали свежие кадры, когда он выступал, значит, на очередном митинге республиканцам, потому что там уже у него тоже, там, откровенно, под софитами, значит, находится ухо, освещено очень хорошо, и видно, что абсолютно ни одной царапины, ничего, она абсолютно такое. А перед этим он буквально 10 лет назад с такой блямбой с белой ходил на конвенции республиканской, вот, и это было смешно, потому что если у тебя там ничего нету, а ты нацепил такую блямбу, то понятно, что это, в общем, так сказать, это розыгрыш, причем вот обратите внимание, что вот с этой блямбой там есть Трамп с разными галстуками, есть с синим галстуком и есть с красным галстуком. То есть вот эта конвенция шла три дня, и он все три дня ходил с этой блямбой, хотя понятно, что у него там ничего нету. Вот, так что вот мы даже хотели, вот пока у нас там не было таких более срочных сообщений, мы даже хотели сделать, просвещить чуть не специальный эфир этому делу, вот, но актуальные новости перебили нам эту историю, тем не менее, вот мы с Дашей вам ее озвучили, вот, ну и там еще была еще одна новость, которую стоит, может быть, обсудить, это то, что вылез Эрдоган и пригрозил, значит, зайти в Израиль, сказал, что Турция... Да, да, вот оно. Да. Сергей, продолжайте. Совершенно верно. То Турция может оккупировать, чуть не оккупировать Израиль, как она... И дальше он сказал очень интересные вещи, он сказал, как мы вошли в Ливию и как мы вошли в Азербайджан. И вот это очень интересная штука, потому что Азербайджан-то говорил, что мы, да, используем турецкое оружие, кстати, израильские дроны, вот, но мы сами воевали. А Эрдоган открыл военную тайну, он сказал, что турецкая армия воевала вместе с азербайджанской против Армении в Нагорном Карабахе. Это получается так, что у них, значит, вмешательство во внутренние дела соседней страны. Хотя, кстати, у них, они вообще рассматривают свои сейчас две армии, значит, Азербайджан и Турция, практически как египет целая. Вот, но это заявление громкое, вот его тоже все обсуждают, вот, тем более, что Нетаньяху срочно вернулся в Израиль, потому что был удар Хизбаллы по северу Израиля. Да, и там вообще идет разговор о том, что, возможно, будет открыт второй фронт, что начнется война либо с Ливаном, либо с Хизбаллой, вот, либо с Ираном прямо напрямую. Вот, и поэтому, конечно, это такие вещи, мимо которых мы с вами пройти не могли. Вот, но это заявление Эрдогана, это такое все-таки больше трипология, потому что он старый диктатор, который потерял, проиграл на муниципальных выборах в прошлом году, значит, в нескольких городах Турции власть получила турецкая оппозиция. Вот, ну, Эрдоган уже даже в прошлом году, кстати, после атаки на Израиль и ответа израильского Хамасу, уже говорил такие хлевские фразы, типа, мы там отомстим, там и так далее, то есть он такой, надо напомнить, что он все-таки исламист, причем довольно активный исламист из исламистского братства, вот, но делать реально, конечно, я не думаю, что он что-то может, потому что, во-первых, у него нет границы, ему надо еще пройти через Сирию или Иван, чтобы там, если сухопутные войска, или высаживаться там, высаживаться морем, что это, в общем, конечно, не очень, не очень все серьезно, но выглядит очень серьезно, и, конечно, это прошло по всем мировым агентствам, это его хлесткая фраза, и поэтому мы с вами вот сегодня должны были ее обсудить. Да, и вот в завершение, друзья, еще раз появилось заявление частной военной компании Багнера уже официально по ситуации в Мали, они официально подтверждают гибель своих бойцов в Мали и официально подтверждают гибель командира 13-го штурмового отряда Сергея Пруда Шевченко и смерть администратора паблика Грейзон Никиты Федянина, то есть все это уже уходит с уровня слухов там и так далее, фактов в официальное подтверждение. Опять же говорю, вы совершенно корректно сказали, Сергей, 80 человек могло вот эта вот цифра, которая приблизительно сегодня называется, кто погибли. Уважаемая аудитория, традиционно просим вас всегда поставьте лайк этому видео, поддержите наш контент, поставьте, напишите комментарий, подпишитесь на YouTube-канал Сергея Жирнова, подпишитесь на мой YouTube-канал и в комментариях напишите, откуда вы нас смотрите и несколько теплых слов в поддержку Украины, и, конечно же, напишите ваш взгляд на ситуацию, в целом нам интересно ваше мнение. Сергей Жирнов дважды по понедельникам и четвергам на моем YouTube-канале, и каждый раз, когда происходит экстренное событие, мы стараемся выйти в эфир. Друзья, ожидайте новый эксклюзивный выпуск о двойниках. Это не шутки, готовьтесь, будет очень жарко. Сергей, я благодарю вас, и до встречи уже в четверг. Спасибо.